Дороги в сторону кладбища Дорога здесь размывается ручьем, а в этом году ямы и колдобины на участке при въезде стали настолько глубокими, что, например, многие таксисты отказываются брать сюда заявки. Отказ частных извозчиков и стал поводом для обращения в редакцию пожилой жительницы Железногорска Александры Владимировны, которая по состоянию здоровья своим ходом добраться до кладбища никак не может. Одного он попросил, а нет. Я говорю, нас четверо. Он говорит, нет, там дорога такая. Ну и ладно, потом к другому обратилась пожилой мужчина. Ладно, говорит, мать, поедем потихонечку. Ну потихонечку мы проехали. А больше на чем? Не на чем больше ехать. Такси найму, доеду, посижу и обратно на такси. А больше на чем? На автобусы идти туда не по субботу. У нас это высоко там. Мне все равно туда не дойти с автобуса. Поэтому приходится нанимать такси. Уже года три уже здесь стало плохо. Размывают. А зимой вообще здесь очень плохо. Налить такая. Ну и вот я хотела бы, чтобы дорогу эту подремонтировали. Александра Владимировна не первая, кто жалуется журналистам на ужасное качество дороги. Наш сюжет с ней вышел в конце прошлой недели. И вот сегодня стало известно, что на аварийном участке дороги наконец начались ремонтные работы. Способствовал непосредственно ручей, на которые можно обратить внимание. Бежит он откуда? Я вам точно его местонахождение, конечно же, не скажу. Но в принципе проблема именно из-за него. Потому что он бежит и зимой, и летом. Естественно, если появляются какие-то микротрещины в покрытии, то это все попадает. Зимой это, естественно, размерзается и происходит из-за этого разрушение. Необходимо сделать вот это сборное сооружение. В принципе, чем мы сейчас и заняты. Вот у нас не так давно прошли все согласования. Мы сейчас непосредственно приступили к работе. Идет работа ООО «Благоустройство». Та же фирма-подрядчик, которая выполняла ямочный ремонт на дорогах Железногорска. С муниципальным контрактом срок окончания ремонта работ намечен на 30 июля. Так что на все этапы реконструкции у рабочих есть ровно месяц. Но, по словам начальника участка, этого вполне хватит. Мы вскрыли асфальтобетонное покрытие. Нам привезут завтра материал весь необходимый. И будем в два этапа заходить это все делать. Сначала укладка трубы. Просто чтобы не переграждать путь. И, в принципе, ну... Потому что здесь в кладбище проходят всякие ритуальные услуги, все эти дела. И чтобы не мешать всем этим процессам, решили сделать так, что сразу сначала выкопаем, положим трубу, закопаем это дело, чтобы не мешать людям в проезде и никак их не стеснять ни в чем. Потом займемся вторым этапом укладка лотка и все, в принципе. Потом асфальтирование и все готово. Лариса Мельниченко, Андрей Васильев, Информэкспресс.